Обгоревшее тело женщины было найдено в ванной комнате. Квартиру площадью около 40 квадратных метров охватило огнем в минувшую субботу. Запах гари соседи сначала списывали на дым из частного сектора, поэтому среагировали не сразу. Когда поняли, что случилась беда, экстренно самоэвакуировались, взяв с собой только документы. 16 апреля 2022 года в 14 часов на 28 минут на пульт связи пожарной части поступило сообщение о том, что по улице энергетиков и дом 118 происходит возгорание квартиры. Далее прибыли на место вызова, пожарными были проведены действия по установлению квартиры. Далее, проникнув в квартиру номер 139, обнаружили открытое горение домашних вещей, мебели. На место пожара также прибыли следственная оперативная группа управления полицией и судебная медицинская экспертиза. Причина смерти на сегодняшний день устанавливается, так как главное, важно от судебной медицинской экспертизы узнать, что во время пожара человек был жив или уже до пожара. И также была назначена пожаротническая экспертиза, испытательная пожарная лаборатория для установления причины пожара. На сегодняшний день еще точности нет, устанавливаются. Также в ходе, значит, по прибытию пожарными были эвакуированы жители данного подъезда. Там около 20 человек, это силами пожарными, и около 120 человек это самостоятельно вышли. Основными у нас проблемами после пожара, когда мы разговаривали с пожарными, то есть основной фактор быстрого развертывания пожаротнического вооружения являлась от прибытия до развертывания. То есть это заехать во двор, находилось очень большое количество легковой техники. То есть у нас, так как техника габаритная, имеет большой радиус разворота и выезда, соответственно, из двора, соответственно, большое препятствие было. Мы призываем население к тому, чтобы, ставив свой личный транспорт в машине, задумайтесь о том, что вы, возможно, будете препятствовать технике оперативной. Это спасательному подразделению, сотрудникам полиции, скорой помощи, пожарным службам. На жильцов и гостей этой квартиры, по словам соседей, не единожды поступали жалобы в полицию. Однако прекратить шумные посиделки так и не удалось. Помимо выгоревшей полностью квартиры пострадавших, ущерб нанесен и соседним квартирам. Вот это все, чуть-чуть, что с ними делать вообще, не знаю, мне. Мне надо, мне надо, мне надо, мне надо, что делается мне. Именно на эту квартиру мы прям каждый месяц, в день по 10 раз жаловались. Только раз жаловались. И 102 вызывали. Я в час ушла, около двух вернулась домой. Заходила в дверь, открывала, они разговаривали. После пожара прошло уже два дня. Все это время во все квартиры подъезда прекращена подача воды и света. Большинство семей здесь многодетные, справляются сами, как могут. Готовят еду на костре возле дома. Помощи ждать, признаются жильцы, неоткуда. Копать, как мне убирать, что с ними делать нам? Вот что, будет какая-то помощь или нет? Мы даже не знаем, никто ничего не говорит, не обещает. Пришли, посмотрели, записали, ушли. И все. И в прошлый раз, получается, на эту квартиру, именно 139-я квартира, мы на них сколько жалов писали. Сколько раз мы 102 вызывали, участковые в курсе этой квартиры. Мы тогда просили их выселить, потому что они бардак устраивали у нас на тех этаже. Мы тех этаж закрыли, перекрыли сами, ключи все там сделать. Они начали в квартире, начали в подвале все там делать. Подвалы все закрыли. Все равно, вот теперь смотрите, вот результат. Сколько семей пострадало, все на улице ходим. Дети то там, то здесь. Не каждый день же у кого-то ночевать, так ведь? Никаких условий. Так что просим. Оставить не можем и уйти не можем. Понимаешь? И остаться нельзя, невозможно здесь. И кону голову ночевать никак нельзя. Такой запах, гарь такая. Здесь старики, инвалиды, лежачие есть. Просто оно крык души. Почему за одного человека, которому до этого писали, что пьет. Участковых очень хорошо, никакой действия он не давал, например. Что вот такая вот ситуация, что надо ограничить, смотреть. Ждали жертву. Почему мы должны за них не страдать? По информации отдела занятости и социальных программ, после заключения экспертизы, которая проводится в течение 10 дней, ущерб будет подсчитан как для выгоревшей квартиры, так и для соседей. После подачи документов будет рассмотрена возможность возмещения ущерба. Продолжение следует...